всем добрый вечер я козырев роман сегодня разберем тему которая вызывает очень большой резонанс и много вопросов у посетителей собственно тема на самом деле очень простая и звучит она таким образом что делать чтобы сохранить достигнутый результат вот смотрите когда остеопат выполняет какое-то действие когда вы находитесь на приеме и вы после этого ощущаете некий подъем некий некое облегчение в организме отступает боль появляется хорошее настроение начинается ощущение того что вам нужно двигаться вот это значит что он добился результата собственно вопрос как сохранить этот результат вот смотрите тело получила большой мощный импульс который запустил все процессы в организме основной процесс конечно в организме который запускает остеопат это процесс самовосстановления очень сложный механизм но тем не менее его можно запустить и это делается каждый раз собственно что происходит дальше дальше вы чувствуете подъем энергию уже перестала где-то болеть кто-то начинает бегать кто-то начинает участвовать в соревнованиях кто-то едет копает огород и так далее но если тело продолжить в этот момент нагружать то результат достигнутый очень быстро сойдет на нет что делать чтобы этого избежать и результат сохранить на длительное время очень просто есть три этапа которые нужно пройти основной этап это после посещение остеопата не давать нагрузку на тело течение где-то двух трех недель имеется ввиду что за это время тело привыкает к новым паттернам движения дисфункция которая была устранена на во время сеанса она теперь не мешает телу двигаться мешает перемещаться и так далее но помимо того что была устранена дисфункция еще запущен процесс само восстановление организма без покоя без нагрузки на тело этот механизм работать не будет соответственно первый и самый важный момент дать телу возможность восстановиться второй момент это соблюдение рекомендаций относительно лечебной гимнастики лечебно-физическая культура это очень проработанный сбалансированный и очень мощный комплекс который позволяет позволяет телу вот механизма самовосстановления реализовывать в полном объеме таким образом выполняя гимнастику специфическую лечебной вы эффект который запущен был эффект самовосстановления вы его продолжаете продолжаете за дня в день третий момент который не менее важный это изменить свое отношение к телу вот смотрите тот факт что вы пришли к остеопату говорит о том что тело у вас начало уже сыпаться если бы у вас не было проблем вряд ли бы вы пошли по врачам таким образом получается что тело через боль через дисфункции говорит о том что надо снизить на нее нагрузку все дальше нельзя так двигаться но понимаете снизить нагрузку это не значит прийти домой лечь на диван это значит давать телу дозированную сбалансированную физическую нагрузку определенного характера это может быть лечебная гимнастика это может быть йога кстати очень хороший вариант йога потому что на протяжении многих сотен лет йоги нашли вот эту середину которую можно использовать для именно поддержания здоровья организма и так три этапа первый этап покой после приема для того чтобы организм успел самовосстановиться второй этап для закрепления результат выполнения рекомендаций по лечебной физкультуре и третий этап это изменение отношения к телу и регулярная дозированная и сбалансированная нагрузка на тело например йога и того остеопатия устраняет дисфункцию запускает восстановление организма лфк поддерживает восстановление организма йога на длительном этапе времени позволяет организму находиться в хорошем тонусе и в том состоянии в котором ему комфортно всем до свидания если у вас остались вопросы пишите задавайте их постараюсь на них ответить будь здоровы и и и и и и и